Итак, мы продолжаем с вами читать и перечитывать книгу нашего учителя Равицка-Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И совершенно уникальные истории. Одна из них про профессора медицины в Москве и его рукопись. В Москве жил профессор медицины по фамилии Соловей. Имени, к сожалению, не помню. В прошлом ученик Хофицхайма, большой знаток Торы. Я с ним встречался несколько раз. У него было много тетрадей с пояснениями к Талмуду. Он хотел их опубликовать. Он рассказывал мне, что не прерывал эту работу даже на фронте. И пересказал кое-что из найденных им объяснений. Перед моим отъездом в Израиль профессор с радостью отдал мне рукопись и попросил напечатать ее без имени, не называя ни страны, ни города, указав только одно – получено от доктора медицины профессора. Он хотел, чтобы люди знали, что Талмудом занимаются и самые современные ученые, и что Талмуд – это очень цельная вещь. Я взял рукопись и начал оформлять бумаги, необходимые для разрешения на выезд. Но тут прибежала жена профессора, испуганная, ужас. Он ведь уже был пожилой. Не хочу говорить, чтобы мой муж кончил жизнь в застенках НКВД и потребовала немедленно вернуть все тетради. Я вынужден был их отдать. А потом профессор мне сказал, ну не драться же мне с ней. Думаю, в этих рукописях можно было найти что-то важное. Насколько я слышал, тетради, уже после смерти профессора вывез Рапинка-Стайц. О судьбе книги ничего не знает. А теперь по поводу отъезда Равыцка-Казильбера из Советского Союза. К концу 70-го или в начале 71-го года в Ташкенте разрешили выезд 28 семьям евреев, которым раньше отказывали. Вызывают в очередной раз и нас. Гита радуется, ну теперь уже точно выпустят. Приходим, очередной отказ. Разочарование было страшное. Гита тяжело переживал. Когда она вышла из дому, к нам как раз заглянули сыновья кругляков. Давид и Яков. Я беру бутылку вина, ставлю на стол, наливаю и говорю, скажите, лыхаем. Они берут вино и говорят, лыхаем, значит, вам разрешили? Я говорю, нет, отказали. Они удивляются, почему же тогда лыхаем? Очень просто. Ведь в конце концов решает ни КГБ, ни АВИР, а только Всевышний. Значит, я здесь еще должен быть? Гите, я этого не рассказал до самой смерти. А сейчас то, что добавляет к этой истории Раф Бен Цион Зильбер. Среди евреев постоянно шли разговоры о том, что одному разрешили, такому-то, такому-то, а такой-то тоже получил. Иногда эти сообщения оказались, оказывались ложными. И те, о ком говорили, очень обижались. Когда мне говорили, будто нам дано разрешение, я отвечал, может быть, но пока мне об этом неизвестно. И здесь описывается то, что Равицкак на самом деле думал про свой отъезд. Я вправду думал. Меня свыше задерживают. Я еще что-то должен здесь сделать. И действительно, несколько случаев как будто подтверждают эту мою мысль. В Ташкентской республиканской правде появилась статья про Илью Люксембурга, боксера и писателя. Мы уже упоминали об этом, как он, увидев Равицкака в трамвае, который учил талмуд, подошел и спросил, что это. Так они познакомились. Эль Люксембург начал писать еще в Ташкенте. Естественно, надежды на публикование его прозы в Союзе не было. И в 70-м году Элли передал один из своих рассказов иностранному корреспонденту. А в Советском Союзе это строго преследовалось. Но при отъезде эту рукопись обнаружили, выступила пресса, а обычно после такой разоблачительной статьи в республиканской правде следует арест. За Ильей началось слежка. Его телефон прослушивали. Он боялся ходить в гости. Ну, чтобы не компрометировать людей. Только к нам заходил. Моя жена приглашала его. Нам терять нечего, мы и так под наблюдением. Отец Ильи Хасид Рыбницкого Ребе сразу поехал к нему. И тот сказал, не беспокойся, сына не тронут, ручайся, мы еще будем вместе танцевать в Израиле. И вот как-то недели через две приходит ко мне Илья глубокой ночью и говорит, я получил разрешение на выезд. меня цепляют из-за этой статьи. Если через день два не уеду, могут посадить. А денег у нас не копейки. В ту же ночь я пошел и у Кругляков достал деньги. И через два дня он уехал. Это был первый случай. Второе дело, которое я сделал в те дни, помог уехать нашим родственникам. у них тоже совсем не было денег. Даже на оплату от отказа от гражданства. Тогда взимали немалую сумму. Я уезжал через семь лет после Равыцкака. Я помню, что отказ от советского гражданства мой и жены стоил по пятьсот рублей. Вы помните, зарплаты тогда были сто, максимум сто двадцать, двести, это уже зарплата профессора, вы понимаете. Так вот, в очередной раз Равыцкак поехал в Москву и встретился с Равом тайцем. Он ведь был и родным Равыцкака, и этих родственников. И он достал деньги, и люди уехали. кстати, Равыцкак дал деньги на выезды нашей семье. Говорю это с глубокой благодарностью. Он и в американском конгрессе, как я недавно узнал, клопотал за нас, просил помочь нам, чтобы нам дали разрешение. И третий случай был такой. Один ташкентский еврей начал изучать законы развода. Как пишется Гет. И он немножко этим занимался, но дело до конца не довел и не получил соответствующего документа от Равинов. А я слышал, что он пишет Гет. Я спросил Равинов, и они сказали, раз он не закончил обучение, он не имеет права совершать разводы. Я подошел к нему и спросил, если я приведу к тебе настоящего Равина, ты согласен, будешь послушать его? Он говорит, да. Я пригласил Равина из Свердловска, тот приехал, занимался с этим человеком три дня и письменно засвидетельствовал его право оформлять разводы по еврейскому закону. Вот такие дела. Ну в общем люди уезжают, а мы остаемся. И обстановка в доме была напряженной. Саре вот-вот 24 года, Бен Сионов 22. Гита боялась и беспокоилась о них. Вот старших она вырастила, и что теперь? Найдут ли они себе достойную пару? Где? Да и младшей, семилетней малки, пора в школу, опять все эти мучения с субботой и так далее. Гита нервничала, утверждала, что все это из-за меня. Если бы я не считал, что еще нужен в России, мы бы уже давно уехали. Да, я подаю документы, делаю все, что необходимо, но сам выезжать не хочу. Я это никогда не говорил, но она сама чувствовала. И я хочу сказать, сегодня как раз Йорцайт годовщина смерти рабонит Гиты Зильбер. Это, конечно, особенная судьба. Я расскажу вам то, что в книгах нет, но когда Равдубин посватал Равицкака и они встретились, она после первой встречи сказала Равдубину, я не могу за него выходить замуж, он же цадик. Вы понимаете, что такое цадик? Все для других, все отдать. А дом, а воспитание детей, а зарабатывать. Когда они приехали в Израиль, я перескакиваю, и нужно было выдавать замуж дочерей. Равицкак говорил, творец поможет, а Рабани она сказала, хорошо, я знаю, что он поможет, но она сама пошла в Ешеву мир, в субботу она там раздавала еду, мыла посуду, и это было, кроме этого, она работала в семинаре для девочек, она преподавала химию, и зарабатывала, и откладывала копейки, и выдала замуж трех дочерей, и это все она, у меня по отношению к Рабанит, Гите, Зильбер, особенная благодарность, у меня никогда бы не было квартиры в Иерусалиме, в свое время, когда давали алимовские суды, чтобы купить квартиру, я это время пропустил, а потом как-то я пришел к Равицкаку, и Рабанит спрашивает, Патлас, почему ты не покупаешь квартиру, я говорю, вот эти суды алимовские кончились, а сейчас влезать в долги, я боюсь, она говорит, Патлас, покупай, это был Батколь, это был голос неба, я одолжил деньги у людей, взял не такую удобную суду, я купил квартиру в нерелигиозном районе, где я жил в Гилу, а потом благодаря этому я смог ее продать и купить уже в религиозном районе, это за заслугу Рабанит, это особенный человек, то есть такая великая праведница в этом химическом химической лаборатории, которая заведовала в семинар Айшан в Иерусалиме, у нее там были лекарства, у нее были иголки, нитки, это был кабинет мусора, девочки приходили к ней, советовались, представьте себе, женщина уже зажигает субботние свечи, все, и вдруг приходит к ним Муэль и один Олег Адаш, и Равыцкак отодвигает эти свечи, и на этом столе делается обрезание. Следующий случай, уже проведена пасхальная проверка, чтобы не было нигде хоматься, приходит человек, который только что сделал обрезание, Равыцкак говорит, выпьем, лыхаем, и достает печенье. А то, что сколько денег он одалживал, то, что он никогда ничего не зарабатывал, ему платили в Ешиве, где он преподавал, я не знаю, как сторожу не платили, сто долларов это была его зарплата. сколько раз он ездил в Москву, и никогда ничего, никаких денег он не брал, только во имя Торы, и это все на ее плечах. А как она ему выпекла мацу 24 килограмма, и ее останавливает татарский милиционер и говорит, что ты везешь? Она начинает молиться, говорит, печенье к чаю, у детей, день рождения, и появляется другой милиционер татарин, начинает говорить с этим первым, а ей делает знак уходи. Она говорит, что если это не был пророк Илья, то она не знает, кто это. Это спасло ее реально от тюрьмы. Равыцкак сидит, а тогда преследовали за подпольное выпеканием отцы. Возле великого человека всегда есть великая жена. Это Раванит Гитта Зильбер, что память о праведнице была благословена. А сейчас я расскажу вам, как Равыцкак, несмотря на то, что он был нужен в Советском Союзе, вынужден был уехать. И вот, ничего не сказав, Гита взяла нашу семилетнюю дочь и отправилась к ЭГБ. Она знала, куда шла и как себя нужно вести, поэтому пошла с семилетней дочкой. Она спросила у них, проведите меня к начальнику. И ее провели. И тут она ему говорит, чего вы от нас хотите, почему вы нас не выпускаете в Израиль? А он ей отвечает, вы обращайтесь не по адресу, обратитесь в АВИР, а Гита возражает. Я знаю, куда пришла, я не девочка и с вами не в игры играю. Отказы дело рук не АВИРа, а КГБ. Я хочу, чтобы вы нас отпустили. Что мы сделали? Если мы сделали что-то против государства, арестуйте нас. Если ничего, отпустите. Мы больше не можем. У нас тут нет никаких родственников. Все наши родственники в Израиле. они опять вежливо ей отвечают, вы не по адресу, вы ошиблись. Она пришла домой и все мне рассказала. Я испугался. Какой человек сам пойдет в КГБ? Туда приводят. Но через месяц мы получили разрешение. Узнали мы об этом случайно. Кто-то был в АВИРе и видел наши документы. Мы с Гитой туда пошли и сообщение подтвердилось. Правда, из 30 дней, что давали на сборы, 5 уже прошло. От чиновников всего можно было ожидать. Разрешение могли отдать и за день до отъезда. Еще один фокус выкинули с документами Бенциона. Гид до последнего момента боялась, что нас не выпустят. И все время просматривала все бумаги. И она увидела, что в документах Бенциона не то в графе дата выезда указан его день рождения. 49-й год. Не то в графе год рождения указан дата выезда. 72-й. Если бы она не посмотрела, его бы не выпустят. но она пошла и добилась исправления. Итак, мы получили разрешение. Но у меня был серьезный вопрос, что делать с книгами? Этот вопрос беспокоил меня еще до того, как мы получили разрешение. Книг у меня было много, еще от отца и деда. В те времена на выезд, на вывоз книг требовалось разрешение. Ехать нужно было в Москву, в библиотеку имени Ленина. К тому же за каждую книгу нужно было заплатить, я не знаю, сколько, 5 рублей, 10. Учитывая количество наших книг, это составило бы неописуемую сумму. Кроме того, книги, которые были изданы 100-150 лет назад, вообще не пропускали. Ну, как же быть? Добиться, чтобы в Ташкенте открыли таможню, мне хотелось, чтобы эта инициатива исходила не от меня, а от кого-то незаинтересованным. У одного из мальчика, с которым я занимался второй, дедушка служил милицией. Отец мальчика, сын этого милиционера, уже ничего не знал о Торе, но против занятий мальчика не возражал. кстати, Равискак добавляет, этот мальчик потом стал очень серьезным верующим евреем. Ну, я побеседовал с дедом и отцом моего ученика. Начинается большой выезд евреев, таможня в Москве перегружена, почему бы не поговорить, где следует, чтобы проверочный пункт открыли и в Ташкенте. Можно попробовать? И вот как раз к нашему отъезду, уже не знаю чьими хлопотами, таможню в Ташкенте открыли. Так вот, ташкентские таможенники, они были новичками, инструкции досконально не знали. И я им тоже так переплатил сверхположенную. Но всех проблем это не решало. Еврейские книги вывести все равно непросто, а как только стало известно, что мы уезжаем. Нам стали пересылать книги из заброшенных синагог, опасаясь, что иначе они там погибнут. Только из Казани друзья прислали мне в Ташкент ящик весом килограмм сорок. Кроме книг мы везли с собой несколько свитков Торы и тоже эти свитки были в плохом состоянии. Один я привез из Казани, где побывал перед отъездом. Этот свиток валялся в сарае у знакомых под дровами, весь покрытый плесенью. Я купил его, мы счислили с него плесень, а в Израиле отреставрировали. Вы знаете, это часто может стоить гораздо больше, чем написать новый свит. Так вот, мне на помощь в Ташкент, в эту таможню, пришли 10 молодых еврейских ребят и говорят таможенникам, «Мы добровольцы, готовы быть вашими подручными. Работа у вас трудная, проверять ящики, давайте поможем». Тебе сказали «Замечательно, пожалуйста». У меня было около 20 коробок с книгами, килограммов по 15-20 каждой. Евреи, которых мы хорошо знали и которые знали, какое количество книг у нас есть, чтобы помочь нам, взяли с собой по одной-две коробки, но всего книг было, может быть, больше полутоны. Я положил в каждый багажный ящик с вещами по несколько книг, проверяют ящики, находят книги и спрашивают, а это что такое? Это еврейский молитвенник, а это что? Это молитвенник евреев на субботу, а это? Это молитвенник на Пасху, а это? Это молитвенник на праздник Йом-Кипур и так далее. Ну, сколько может быть молитвенников? Итак, таможенники говорят, это нельзя, нужно вынуть. Ну, я послушно вынимаю, кладу в сторонку, переходим к следующему ящику, а сзади идут наши ребята, кладут книги обратно и забивают ящики. Таможенники назад же и не смотрят, так книги прибывали в Израиль. Через два месяца после нашего отъезда ташкентскую таможню закрыли. Друзья шутили, персональная таможня специально для тебя. Ну, не знаю, специально, не специально, но я благодарен творцу за его помощь. А еще Равицкак рассказывал, что один человек помогал ему нести эти книги на таможню, и он упал, разорвал штанину, и даже кровь выступила у него на коленке. И он начал прыгать от радости. Я исполняю такую заповедь, помогаю, чтобы святые книги прибыли в Израиль и получил при этом это ранение, это снимет с меня все мои грехи. в Израиль и в Израиль в Израиль и в Израиль Продолжение следует...